Значение механической службы на промышленных предприятиях сложно переоценить. Процесс прохождения горных выработок, добыча угля, транспортировки горной массы производится с помощью высокопроизводительной автоматизированной техники с компьютерным управлением. Чтобы обслуживать такое оборудование, работникам механической службы необходимо постоянно пополнять свой багаж знаний. К повышению квалификации это положено, мы узнали более новые, обновили свои знания. И это положено, оно должно осуществляться как можно чаще. Знания должны обновляться, обновляться, техника обновляется, и мы должны совершенствоваться вместе с техникой. Даем новые элементы по диагностике горных машин и оборудования. Эти методы диагностирования неразрушающего контроля позволяют механикам оценивать уровень и техническое состояние отдельных элементов машины. Программа курса составляет 72 часа. Помимо методов расчета, анализа, диагностики состояния горного оборудования, знаний правил промышленной безопасности и охраны труда, она также включает знакомство с новыми подходами к организации производства и специальный курс психологии. Психологию-то зачем знать? Ну как бы руководящие кадры, работаем с людьми, со слесарями, с горномонтажниками. Нам как бы надо знать человека, что он из себя представляет. Хотя бы его какие-то поступки догадать. С начала реализации программы повышения квалификации персонала по безопасным методам ведения работ в курс повышения квалификации прошли порядка 100 человек. Это электрослесари, подземные горные мастера, механики. На очереди еще около 250 специалистов. Большое внимание уделяется в компании безопасности, в том числе механики у нас учат, повышают квалификацию. И одним из основных блоков обучения является отношение к рискам, предотвращение рисков, ну и большой блок по безопасности работ. Преподаватели у нас на этих курсах для механиков привлеченные, это преподаватели, профессоры, доценты Кузбасского государственного технического университета. Если говорить про курсы повышения квалификации электрослесарей и горных мастеров, то это производственники, профессионалы, которые делятся своим опытом. По окончании занятий слушатели сдают специальное тестирование и выпускную работу. Выпускная квалификационная работа выполняется каждым слушателем, в которой они дают характеристики и выполняют специальную часть, показывая, что механик может разрабатывать и графики ремонтов, и определяет основные неисправности, способы устранения, и четко представляет, какой вид ремонта, что в себя включает. В целом, по результатам экзаменов преподаватели отмечают достаточно высокий уровень профессиональной подготовки горняков компании. Значит, и в практической работе должно быть понимание – безопасность прежде всего.